Что для вас? Приготовление рабочего раствора диоксида хлора. Нам этот раствор будет необходим сейчас для работы в лаборатории при поселе для обработки поверхностей, рук и дезинфекции. Значит, сделаем следующее. Здесь концентрация 4 грамма на 1000 миллилитров. Это 4 грамма, в растворе 1 литр находится 4 грамма самого вещества диоксида хлора. Сейчас мы сделаем 1% концентрацию. Для этого мы берем 250 миллилитров этого раствора. То есть это будет составлять четвертую часть. В четвертой части содержится 1 грамм диоксида хлора. Этот 1 грамм, который находится в количестве 250 миллилитров, мы добавляем до 75-750 миллилитров воды. И таким образом в концентрации 1 литр у нас находится 1 грамм диоксида хлора. То есть концентрация этого раствора 0,001%. Так как нам для лабораторных работ нужен более агрессивный состав, нам конечная концентрация мало будет интересовать. На этом растворе мы остановимся. Он может быть использован для обработки перчаток или для ветоши, которые можно будет обрабатывать в процессе работы рабочей поверхности. Таким образом был приготовлен рабочий раствор, с которым мы сейчас сможем работать. Вот мы можем обработать уже. Итак, сейчас мы будем делать следующее мероприятие. Сейчас будем делать посев той воды, которую мы использовали для приготовления раствора. Будем делать посев, например, маточного раствора. И также параллельно мы сделаем вот эта вода, взятая, та вода, которой мы проводили растворение. Сейчас мы вот эти все материалы сделаем посев на стерильные питательные среды. И через некоторое время сможем понаблюдать, что произойдет в результате. То есть, какого качества та вода, которую мы используем непосредственно, и качества той воды, которая будет в результате использования диоксида хлора. И для контроля мы проведем еще один интересный анализ. Мы проведем анализ самой среды, в которой мы делаем посев. То есть, мы проведем все те же манипуляции, но не прибегая к посеву каких-то материалов. Продолжение следует...